Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, события в Израиле. Ужасающие кадры. Я вот... В чем-то даже, друзья, ну как это назвать, в шоке, да? Вот эти убитые мирные люди. То есть вот эти действительно... Какие идеи могут быть у людей, вот у этих прямо, ну... Мужчин, бородатых, скажем так, которые позорят, позорят, я не знаю, арабскую культуру, историю, да, поэтов, великолепную архитектуру, ремесленников, вот эти бородатые мерзавцы, которые, ну, убивают детей и женщин. Берут стариков куда-то в плену возят, чтобы потом торговаться. Кто они? Ну вот кто они, друзья мои? Это войны? Это... Это войны? Это... Это дерьмо. Ну вот настоящее, просто откровенное дерьмо. Какое разочарование, друзья мои. Это... И... Ну... В чем? В чем суть-то? Они получат от этого выгоду, от того, что они там запуляли, этих там ракет 150 штук. Ну, все равно... Все равно им сейчас... Сейчас всыпят по первое число. Хотя, наверное, там что-то договорное, опять же, будут бить, может быть, победным кварталом. А те, кто получает прибыля, да, богатые какие-то арабские кварталы, останутся... Только наварятся на этом. Только наварятся на смертях... Чужих смертях простых людей. Как с одной, так и с другой стороны. Хамас. Хамас это мерзавцы. Вот... Просто можно сказать. Это мерзавцы. Как... Как бы ни относиться. Всегда наше... Ну, во всяком случае, мое... Моя симпатия к тем, кто невинно пострадал. Да, на кого напали, на чьи дома... В чьи дома пришла эта беда. И чем бы ни руководствовались... Какими идеями, да, там... О святости, о империях, о чем угодно. Неруководствовались те, кто посылают, вот, людей... Посылают, ну, вот, на это убийство. Ну... Жесткая карма народов, людей, семей. Беда. Беда. Я надеюсь, что... Справится, во всяком случае. Народ Израиля справится. А для нас всех этих уроков... Для... Для нас всех, для меня лично... Вот я не знаю уж как... Как у вас там... Урок того, что... За... Вот... Вроде бы какими-то хорошими, да, там, идеями скрываются просто откровенные мясники. Очень, знаете, меня удивил один... Один такой... Опять наживу себе врагов. Опять наживу себе врагов. Своими словами. Один такой борец за русскую идею. Знаете... Когда-то он мне нравился, да, он там устраивает боевые плясы такой. С... Мужчина с окладистой бородой в плаще, там, древнерустом. Такой... Плясун. И тут случайно, да, друзья мои, где-то вот мне попалось, что он называет вот этого лысого гражданина, которого вроде как убили, но не убили. Он называет его воином, достойным Вальхаллы. Вот этого... Этого мерзавца, который положил столько людей, столько русских, да и нерусских тоже. И он вот этого кувалдометра называет воином, достойным Вальхаллы. Вот кто ты, вонючий, какой ты князь. Дерьмо бесов. Вот кто. Вот просто дерьмо бесов. Клоун. И тоже идеи, боевые плясы. Вот сколько этого... Этой дреноты, друзья мои. Ну вот это около эзотерической дреноты. Вот посмотреть хочется, да. Я, друзья мои, себя не отделяю. Я понимаю, что у меня там тоже, может быть, грехов, как говорится, полно. Но вот это вызывает просто не гнев, не гнев, а вот омерзение. Когда просто прикасаешься к чему-то такому липкому и вонючему. И хочется прямо, ну, штак оттереть. Но это наш мир. Это жестокий мир. И, как понимаете, будет еще хуже. Ну, какое-то время будет хуже. И у нас, и там, для нас, для наших глаз. Это показатель того, как не должно быть. Вот мы с вами должны намерением своим не устраивать вражду и говорить, что там, вот это так им и надо. Потому что огромное количество вот этих людей говорит, ну, как бы, так им и надо, да. Там Израиль это заслужил. Да, вот люди... Может быть, какие-то правители. Может быть, какие-то там сидят, там, эти сионские мудрецы какие-нибудь, да, да, там мерзавец-намерзавца. Ну, они все там такие, да. А вот люди простые. Ну, чем они заслужили это? Почему? Ни евреи, ни арабы, ни украинцы, ни русские не заслужили этого. Ну, конечно, наверное, заслужили тем, что повесили себе на шею вот эту вот мразоту бесовскую. Вот, наверное, этим заслужили. Но все равно больно. Все, драгоценные мои. Пока, счастливо. Простите. Наверное, сейчас целая орда. Особенно последователей этого, этого плесуна. Вот за бороду его взять вот этого и денег за мордой провести. Все, пока, счастливо.